Тут же, понимаешь, задачи-то не такие, как в сексе. Моя задача – побыстрее все это закончить. Вчера пил пиво, ну, у меня же брат-то ресторатор теперь. Вот мы ездили, обмывали командные наши успехи. Я выпил две кружки пива, у меня появилось желание докопаться до официанта сразу. Поэтому мы закончили, поехали домой. Вконтакте и на ютубе много ресурсов о БЖЖ в России. Но лишь один ресурс действительно вещает о джиу-джитсу в России. Так получается, что БЖЖ Фрикс – единственная БЖЖ СМИ на территории РФ, а может быть и на территории постсоветского пространства вообще. И на правах настоящего СМИ, хоть и не настоящего телевидения, свежие ньюзости на БЖЖ Фрикс. Доброго утра. Спасибо, БЖЖ Фрикс. Сегодня в выпуске. Гран-при, который прошел в предыдущий уикенд по правилам IBJJF. Мы возрождаем наш любимый формат компетишенов. Команда Грейси Бара вызывает на битву стенка на стенку. Профессор Евгений Вадимович Косторнов анонсировал третий семинар из серии семинаров по использованию Лапел Гарда. У самурая нет цели, есть только путь, или лучший бой тот, который не состоялся. Несомненно, главным событием в бразильском джиу-джитсу в Заокеании был IBJJF Flow Grappling Grand Prix. Он прошел в двух категориях, мужской и женской. Плюсом было несколько прекрасных суперсхваток, которых мы особенно ждали. Чем оказался примечательным турнир? Ну, во-первых, Нэтали Де Джейсус вышла из дегрета и размотала всех остальных девчонок в Heavyweight Grand Prix. В мужской четверке, как и ожидалось, в финал вышли Энди Мурасаки из Атоса и Джон Алвес из Art of Jiu-Jitsu, и судьи отдали победу последнему. В принципе, результат не важен. Важно то, как это было. Обязательно посмотрите все схватки этого гран-при в ленте BSG Freaks ВКонтакте. Разумеется, бесплатно, без регистрации и смс. Главной и самой ожидаемой встречей на этом турнире стоит считать матч между Тайнаном Далпро и Саком Баэнди. Ребята обещали сабмишн. Тапнет либо я, либо он, говорил Эсак. Но не срослось. По итогу, мы, да и все зрители, получили крутой затянувшийся матч, разрешившийся по баллам. По сути, это был получасовой, практически мастер-класс от Тайнана по работе в топ-контроле и в Хавгарде сверху. Возможно, следующий видеокурс Тайнан Далпро выпустит именно по этой теме. Если вы еще не видели этот матч, обязательно пересмотрите несколько раз. Тайнан Далпро! И там Тайнан Далпро получил победу. Ну а главным спортивным событием джиу-джитсо в Москве был турнир Сибирский Барс Оупен. Это, кстати, уже четвертый турнир, приуроченный к дню рождения команды Сибирский Барс. Я чуть было сам не выступил на этом турнире. Пу-пу-пу, обошлось. Видеосюжет на тему одного старого, но работающего рекламного трюка смотрите прямо сейчас. Блин, ну алло, алло. Доброе утро, Алексей Владимирович. Давно на соревнованиях не боролся? Ну лет пять, а ты почему спрашиваешь? Ну а ты загляни на шагу. Доброе утро, Алексей Владимирович. Доброе утро, Алексей Владимирович. Будем делать вид, что спортсмены. Сегодня будем много дрелись. Ус, и все такое. Сбежали. Единственный шанс подготовиться к ближайшим соревнованиям Это вот сегодня последняя детская тренировка Алло, гостиница Метрополь, президентский домик Доброе утро, Алексей Владимирович Насколько тяжело быть приманкой? Блин, трюку уже 2 или 3 года он все еще работает Доброе утро, Алексей Владимирович Доброе утро, Алексей Владимирович Но вот это не очко, совсем нет, нет Ребята, не очко, не очко, не очко, нет Не очко Академия ЦЗ В целом я свою задачу выполнил, категорию заполнил и ребятам было с кем побороться И да, я обязательно выступлю в следующий раз Может быть, если вдруг, если звезды сойдутся, если доктор разрешит, если второй доктор разрешит, если мама с папой позволят Итак, турнир Сибирский Барс Оупен 4 На шести коврах разыгрывались интриги и разгорались сражения Все как водится Нервы, переживания, сопли, восторги и родители в азартном угаре Разумеется, больше всего угля дали юные спортсмены в детских или почти взрослых категориях Вот где настоящие эмоции Но и во взрослых категориях и в категориях мастеров реально было на что посмотреть А вот заветные 100 тысяч рублей у команды Сибирский Барс так никто и не смог отыграть Как и предполагалось, команда с большим отрывом вышла на первую позицию в общекомандном зачете Деньги остались в банке и не стоит исключать, что они будут не потрачены, а отложены на следующий год И войдут в сумму джекпота уже на следующий пятый ювелейный турнир Вопрос, который сегодня всем не дает покоя Почему я в форме сибирского Барса? Не продался или нет? Ну, во-первых, шмурочка хорошая, мне нравится, я ее ношу Во-вторых, как бы день рождения сибирского Барса, хотелось порадовать Евгения Коротких А он вот взял и не приехал И да, никому не продаюсь, никому не принадлежу Именно поэтому, возможно, никогда не буду черным классом, потому что меня некому отестовывать Команда Грейси Бара Москва бросает вызов всем желающим сразиться в командном турнире стенка на стенку по правилам Submission Only Под эгидой RGSA Всем салют, я Кир Калинкин с командой Грейси Бара Мы ищем соперников на грядущий турнир RGCA в формате 3х3, подробности будут в описании А описание сегодня выглядит вот так В общем, все мы помним, как буквально недавно на турнире Rock'n'Rolling сразились две команды Команда БК Груша и команда Новоселов Тим Вот именно в таком формате Кир Калинкин и его бригада приглашают сразиться Если у вас есть команда, если вы готовы к командной битве Обязательно напишите Киру Калинкину, напишите в RGSA, можете написать нам Можете просто оставить комментарий под этим видео и позвоните родителям Профессор Евгений Вадимович Касторнов приглашает на третий семинар из серии Грамотного использования лапела в бразильском джиу-джитсу На этот раз он будет говорить о сквит-гарде Ну, не только говорить, разумеется, но и показывать Кто знает, что такое сквит-гард? Короче, что такое лапел-гард и сквит-гард в том числе? Первым, кто его стал играть осознанно, был Кин Корнелиус И он всем активно рассказывал, для чего он это использовал Для того, чтобы что-то противопоставить Леандро Ло Первый раз, когда они сошлись, по-моему, в тринадцатом году Корнелиус справился с Ло Но он понимал, что тот намного сильнее и скилловее Кинул Корнелиус показатель того, как должен работать лапел-гард Есть схватка, я не помню, в каком году они там с Миригалей где-то боролись Миригаля надолбил одиннадцать адвентаджей Кинон страдал всю схватку Просто тот Миригаля его прессовал, там, долбил, как угодно Но счет был при одиннадцати адвентаджах 2-0 Ну, и, соответственно, Кинон в таком состоянии после катка выиграл Соответственно, как я к этому пришел? Некоторое время назад Загид раз в неделю приезжал проверять мою джиу-джитсу Мне хватало примерно вот 5 секунд, чтобы он меня засабмитил Прямо 5 секунд, бах, 5 секунд, бах И единственный способ, как я его смог в свое время остановить Это вот было достать лапел и привязать его к себе Иначе он сделает, да, вас сложит Как в той шутке про джиу-джитсу Складываем кимоно, не вынимая из него человека Событие состоится 26 марта в клубе Прайм Джиу-джитсу Поэтому не занимай этот день, а если ты его занял до этого, обязательно освободи И еще об одном событии, которое также состоится в зале Прайм Джиу-джитсу Мы возвращаем наш любимый компетиторский формат Триалы Submission Only от BGG Freaks возвращаются И веселье обязательно продолжится Уже 19 марта Начнем мы, как водится, с триала по белым поясам И да, это тот самый редкий, если не единственный случай Когда белый пояс может монетизировать свою джиу-джитсу Как это происходит? Все участники выплачивают символический регистрационный взнос Из этой суммы формируется призовой фонд для каждой весовой категории А их четыре Мужские до 80 и после 80 килограммов У женщин до 60 и после 60 Никаких баллов, никаких овертаймов И только единственный победитель в каждой категории Забирает всю сумму наличными прямо на месте Более того, ожидаются еще специальные призы за лучший Submission Так как возрождение БЖ-триала в событии историческое В рекламе предстоящего турнира мы используем фото и видео тех людей Которые давно уже не белые пояса и перешли в категорию экспертов Но когда-то, когда они были белыми поясами Именно на наших триалах были сделаны эти исторические кадры Напомню, первый ивент состоится 19 марта Регистрация на турнир уже открыта на сайте bjfreaks.ru За сим у меня на сегодня все Всем хорошего настроения на неделю И бодрости духа на все ближайшие тренировки ОС и все такое Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...